Друзья, всем привет! Меня зовут Илья. Я рад вас приветствовать на YouTube-канале Дневник Утра. Вот, сегодня 21 день, когда я отказался от курения и алкоголя, заменив это на привычки, такие как питьё воды. Я начал просыпаться утром, рано заниматься спортом. В этом видео расскажу, почему 21 день самый опасный день при отказе от привычек, поэтому не переключайтесь, будет интересно. Также мы сегодня поставим какую-то цель, позанимаемся спортом. Ну что, друзья, поехали! Сегодня, напоминаю, что 21 день, когда я не пью и не курю, вот, хочу рассказать о том, о своих ощущениях на 21 день. Вот, допустим, возьмём курение, да? Я начал просыпаться раньше, раньше, чем я просыпался до этого. Мне было намного тяжелее утром проснуться. Сейчас я начинаю, я сейчас уже спокойно просыпаюсь в 5.30 утра, вот, в 5.30, в 6 утра я спокойно просыпаюсь без будильника. Вот, второе, работа головы, работа мозгов. Я начал, ну, яснее мыслить те задачи, которые мне раньше давались, какой, ну, знаете, как сложная какая-то проблема есть какая, ну, если ты курящий, да? И для того, чтобы тебе её решить, тебе надо обязательно пойти покурить сигареты. Вот, вот я, получается, до этого, прежде чем решить какую-то проблему, а если это вообще какая-то важная проблема, я выкуривал 2-3 сигареты, только тогда я принимался за решение. Ну, на самом деле, это плохое убеждение, потому что ты, на самом деле, делаешь, тебе сложнее, ещё сложнее, таким образом сосредоточиться над чем-то. Как же я бросил курить? Я вместо того, чтобы курить, я начал пить воду. Я почувствовал, если честно, облегчение, ну, вот, я почувствовал какую-то бодрость уже где-то с первого дня, да? Вот я реально понимал, что в этот момент я мог пойти покурить, а я вместо этого делаю 3 глотка воды, и мне после этого неплохо, а нормально, мне хорошо. Я пью воду, и это супер. Вот, по поводу алкоголя. Это вообще отдельная тема, потому что у меня бывали такие дни, ну, то есть, знаете, как это происходит. Ты где-то там гуляешь, отдыхаешь, потом у тебя на следующий день, ну, полдня точно может не быть, потому что, скорее всего, тебе может быть либо плохо, либо болеть голова, либо и так далее, и тому подобное. То есть, это у меня вообще пропало, и я вообще, у меня, ну, соответственно, у меня появилась вот эта вот привычка просыпаться утром рано, бегать и заниматься спортом. Я очень рад, что я убрал эти все привычки от себя, как минимум, потому что я эти привычки променял на то, чтобы у меня появился вот этот влог, где я могу делиться со своими проблемами, где те же самые вы, подписчики, можете мне посоветовать, посоветовать ту или иную решение проблемы, да? Вы являетесь как поддержкой, так и мотивацией этого всего, то есть, для меня это очень важно. Вот, и поэтому я вас попрошу, если у вас появляется какая-то мысль, которую вы можете написать в комментариях, вы пишите, потому что для меня это супер очень важно. Вот, поэтому, если это является для меня таким неким, не неким, это и является моей поддержкой, вот, поэтому не стесняйтесь, пишите в комментах, ставьте лайки и делитесь этим видосом. Потому что, если вы делитесь этим видосом, то у меня получается больше охват и больше людей видит это видео, соответственно, тем больше людей это просмотрело, тем больше у меня мотивация снимать еще качественнее ролики. В общем, отдалился от проблемы. По поводу снов я еще хотел сказать. У меня реально, если взять все 21 день, у меня, ну, наверное, неделю точно снилось. Я просыпался ночью от того, что я закурил или я выпил. Вот реально, вот это 100%, если ты бросаешь какую-то привычку, у тебя такое происходит. Если да, то напиши в комментариях, если нет, то тоже напиши в комментариях, мне будет интересно. И давайте уже подберемся к самому главному, самому важному, почему именно 21 день самый опасный день, когда ты можешь сорваться, да, и начать пить, курить. 21 день необходимо для того, чтобы отвыкнуть от привычки, да. Откуда вообще это пошла информация? На войне, когда люди воевали, да, и когда, допустим, лишались конечности или там какую-то получали серьезную травму, человеку необходимо было 21 день для того, чтобы адаптироваться к новому, для того, чтобы принять нового себя, допустим, там, бесконечности или с каким-то увечьем. Вот, а туда и пошла вот эта вот мысль о том, что 21 день необходимо для того, чтобы внедрить какую-то привычку в свой день, вот, в свою жизнь. Вот, и, ну, и возможно это работает, возможно не работает. На 21 день ты ставишь себе чек по поводу того, что ты выполнил эту цель, ты, как бы, победил эту привычку, прошел испытание, и поэтому это может себе позволить, там, выкурить сигарету, да, выпить там, или, ну, вот, что-то в таком стиле. И именно в этот момент ты всерваешься. Именно вот все дни, которые ты до этого, получается, побеждал эту привычку, ты именно одним, одним вот таким вот решением ты просто все рушишь. Самое большое количество аварий происходит в первый год вождения. Это называется синдром новичка. Ты, как бы, уже и научился ездить, но в какой-то момент ты начинаешь идти на какой-то вираж, ну, и ты теряешь бдительность, да, ты, как новичок, ты еще теряешь бдительность, и, как правило, в этот момент с темною происходят аварии. То же самое и здесь, то есть не бывает, не бывает бывших курильщиков, не бывает бывших людей, которые раньше употребляли алкоголь. Надо быть всегда на чеку. Если ты, если ты решил бросить курить или бросить пить, все, это типа ты бросил, ну, зачем, какой смысл туда возвращаться обратно, там ничего хорошего нет. У меня еще ни одного человека не было такого, который мне пришел бы и сказал бы, ох, я вчера так покурил, напился, сегодня у меня просто жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону, теперь я, наоборот, по-моему, случается большинство каких-то происшествий, чисто из-за алкоголя, да, случаются, да, большое, ну, большое количество. Люди умирают из-за рака легких, поэтому, друзья, будьте бдительны к себе, к своим привычкам, лучше генерируйте идеи, занимайтесь спортом, и что, поехали дальше. Друзья, по поводу качества видео вы писали мне в комментариях, я хочу поблагодарить за то, что вы даете обратную связь, вот, и по поводу звука в видео я обязательно над этим поработаю. Вот, по поводу постановки цели на сегодняшний день. Сегодня воскресенье, и мне, если честно, я понимаю, что нужно, что мне нужно делать, какие дела необходимо выполнять, но я точно так же понимаю, что мне необходимо и отдохнуть. Вот, так, потому что, если я еще сегодня буду нормально так работать, потому что, если я сегодня не отдохну, то я понимаю, что у меня просто понедельник, а у меня на понедельник много планов, у меня понедельник просто, ну, будет не такой продуктивный. Поэтому, чем больше я отдохну, тем больше я успеваю сделать, тем продуктивнее я это делаю. Я на сегодняшний день ставлю цель себе после 12 дня отдыхать. Вот, значит, на 12 мне нужно сделать монтаж видео, прописать бюджеты для интернет-магазинов на рекламу на следующую неделю, вот. Ну, а после 12, все, я выключаю все свои гаджеты, ноутбуки и всем остальным я рекомендую. Также не забывайте про отдых, если постоянно работать, мы становимся не такие продуктивные. В общем, друзья, все, тогда на связи, на связи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok